Продолжается Большая Арктическая регата, в составе которой корреспондент наших коллег издания 53 новости. На данный момент участники прошли 950 морских миль, а это около 1700 километров. Экспедиция уже две недели планомерно движется по водам реки Невы, Ладожского озера и реки Свирь. Во время остановок в населенных пунктах, а их пройдено уже более 10, участники путешествия оставляют экологичный памятный след. Высаживают деревца древнего Петровского дуба, того самого, который посадил в Летнем саду еще сам Петр Первый. Геолокацию каждого дерева участники экспедиции передают в Русский музей. И отныне его сотрудники будут следить за состоянием каждого дубочка. Путь наших коллег полон сюрпризов и не всегда приятных. Трудно поверить, что позавчера по пути из Петрозаводска в Кижи мы попали в шторм. А вчера целый день шел дождь, но это правда. В Кижах у нас тоже возникли некоторые трудности со швартовкой. Нас просто не пустили на причал. И целый день мы простояли на якоре. Но потом путем переговоров нам все-таки удалось выйти на земли острова. Далее экипажу предстоит пройти по водам Онежского озера, Беломоро-Балтийского канала и выйти в Белое море до Архангельска. Из-за непогоды и некоторых трудностей в пути график немного смещается. Но в целом группа планирует закончить свой маршрут за три недели. Я могу сделать один вывод, что маршрут очень разный и не всегда удобный. Наверное, второй раз я бы не пошла по всем точкам, которые мы выбрали в этом году. Зачастую мы не могли просто пришвартоваться рядом с населенным пунктом, в котором мы хотели бы побывать. И это, конечно, крайне неудобно. При этом, как отмечают организаторы, населенных пунктов с достаточно развитой инфраструктурой тоже немало, и именно с ними планируют сотрудничать в перспективе для популяризации российской Арктики для путешественников.